ВЫБИРАЙ МОЙ ЮНЫЙ ПАДОВАН Выбирай, мой юный падаван, Какую сторону принешь ты? Сторону света? Или сторону тьмы? Ну а на самом деле, если отбросить всю эту такую лирику, хочу рассказать о пенках и сравнить их. Помните, я делал сравнение китайской пенки вот этой вот с терморестом? Ссылочка на выпуск есть в описании. Вы там написали, что существует еще такая же пенка у сплава. Вот она, я ее купил и сравнил. Я был в нескольких походах, нормально сравнил, поэтому рассказываю при сравнении вот с этой пенкой. То есть сравниваю китайскую пенку с китайской пенкой. Как-то так. Для тех, кто не хочет смотреть долго, не хочет свое терять время, скажу, что вот эта по всем параметрам хуже. Сплавовская говно, не покупайте ее. Можете дальше не смотреть и выключать выпуск. Ну а для тех, кому интересно более подробное сравнение, рассказываю. Я не буду здесь разводить полемику и так далее. По поводу размеров пенки. Я сейчас не буду раскладывать, потому что, по-моему, я уже где-то делал фотографии, то ли в инстаграме, то ли где-то. Разница в пенке. Ширина китайская, китайская синяя, на сантиметр больше. Длина китайской синей на два сантиметра больше. В остальном по размерам отличий у пены практически нет. Почему сплавовская плохая? Она плохая, потому что она очень мягкая. С одной стороны, вы скажете, да, это же замечательно, можно просто лечь и чувствовать себя как на пуховой перенине, но... Везде кроется черт. И он кроется в излишней деформации этой пенки. Я просто приведу пример. Оп. Вот, смотрите. Видите, как я ее могу прожать? А теперь сравните китайцам. Я прикладываю те же самые усилия. Мне как бы невыгодно вас обманывать. Чувствуете разницу? Но это еще не все. Ну, как бы, ну, мнется она и мнется. Но у нее есть другая проблема. Вот здесь вы берете пенку, нажимаете, и она тут же как бы возвращается назад. Вы поспите, встаете. Через полчаса пенка такая же, как была. Никаких проблем. Я возил ее притянутой к багажнику резинкой. У нее здесь была вмятина. Ну, это логично. Вот вы приехали, распаковались, бросили все вещи. Пока раскладываете палатку, деформация от резинки с пенки уже полностью пропадает. А вот здесь нифига. Здесь она не пропадает даже на следующее утро. Ну, как бы, ладно. Ну, фигня, фигня. Вмятина от резинки и чё? А то, что когда вы поспите на жесткой земле на этой пенке, вы поймете, что это просто как спать на доске. Потому что, возможно, тепло она бережет. Я последний раз ночевал, когда было не так, чтобы холодно. Была плюсовая температура. На минусе я с такими пенками не хожу. И, в целом, было совершенно нормально спать по теплу, но не по мягкости. К середине ночи я проснулся, потому что у меня болел бок. Я как будто лежал просто вот на земле. Просто вот на ровной твердой поверхности. При этом, когда мы утром уже собирались, она не вернула свои свойства. И на вторую ночь я сразу лег на доску. Эта пенка очень плохо восстанавливается. Вы когда ложитесь спать, вы как бы спите. И она быстро сминается. Но при этом она быстро не восстанавливается. Спать регулярно, в длительный поход, вот эта пенка, это просто ад. Я ни за что в жизнь ее не возьму в длительный поход. Ну, то есть, если только одну такую. Потому что она очень мягкая, но она очень быстро деформируется. Да, первые полночи вы отлично в первую ночевку поспите. А дальше будете кусать локти и думать, что это за дерьмо. При учете даже моей скидки, эта пенка обошлась что-то там плюс-минус 900 рублей. При том, что вот эта стоит на 200 или там на 300 рублей дешевле и по характеристикам лучше. И это толстая версия пенки. У сплава есть еще тонкая. То есть, вот эта 1,6 которая. Есть у них тоньше, которая 0,8. Это вообще должно быть днище. Я когда ее просто посмотрел, так сразу нет. Если вот это хуже, то 0,8 даже не стоит рассматривать. Поэтому, ребята, вы можете, конечно, покупать это исключительно на ваш страх и риск. Но я по личному опыту не рекомендую приобретать вот такие вот гармошки от сплава. Потому что они заявленным характеристикам не соответствуют. Они хреновые. И для походов я их не рекомендую. Это мое личное мнение. Вы можете с ним быть не согласны, а спорить его в комментариях. Напоминаю, что у меня есть еще один канал, где я рассказываю о своей машинке, если вам интересно. Ну, а я Алексей. Спасибо за внимание. Bye.